Общественно-политическая ситуация, новая конституция, выбор белорусского народа и руководители новой формации. Таким разноплановым получился кадровый день во Дворце Независимости. Он несколько раз переносился, а решение по персоналиям принималось не так быстро. Почему, об этом тоже расскажем. Но сперва о тех, кому уже предстоит активно включиться в работу. Президент сегодня назначил помощника по Могилевской области. Замена произошла и в команде региональных руководителей. Новый гендиректор у Новополоцкого Нафтана, другие ректоры и в трех белорусских вузах. Значения попали на красивую дату 20-10-20. Правда, время не самое простое. И сейчас особенно важно, чтобы управленцы были надежной опорой государственности. Впрочем, это как в жизни, когда есть на кого опереться, успешный результат обеспечен. Наше достояние – спокойная и мирная страна. Нам есть что терять. Сегодня это осознали даже те, кто еще совсем недавно говорил обратное. Время пройдет, эмоции улягутся. Всем нам жить в одной стране. Какой вопрос, адресованный каждому. Президент это неоднократно подчеркивал. И сегодня было много сказано о важности диалога. Только белорусский народ вправе определять свою судьбу. Итоги кадрового вторника в репортаже Илона Красуцкой. Этот кадровый день то откладывался, то внезапно переносился. Ходили слухи, чья-то кандидатура вызывает сомнения. Ведь прежде, чем принять решение, президент тщательно изучает кандидатов. А конкуренция приличная. На одну должность бывает сразу несколько претендентов. По факту сегодня без громких фамилий, зато с громкими должностями и заявлениями. Итак, у Александра Лукашенко новый помощник в Могилевской области. Должность была вакантной полгода с тех пор, как глаза и уши президента в регионе Александр Суботин перешел в правительство вице-премьером. За восточный регион теперь ответственен Леонид Мартынюк. Уже экс-глава Березовского райисполкома переедет с юга страны на восток. Такие географические контрасты для опытного человека точно не препятствие. Область является такой уникальной в плане симбиоза именно села и промышленности, где село с порядка 45% и больше удельный вес промышленности. Именно на сегодняшний день загрузка всех производственных мощностей и, соответственно, увеличение производства. И в конечном итоге, что приведет к увеличению заработной платы и улучшению благосостояния людей. А вот вместо Леонида Мартынюка Березовский район возглавит Сергей Барташ. До назначения в Брестском исполкоме курировал сельское хозяйство. И еще одна региональная рокировка в Брестской области. Первый зам Столинского райисполкома Николай Мороз станет председателем Ляховического. Все привыкли, что к местной вертикали у президента два основных требования. Экономика и работа с людьми. Сейчас, как в том анекдоте, хоть разорвись, все важно. В регионах, конечно, поспокойнее. Это не Минск со своими маршами выходного дня. И тем не менее. Сегодня время требует надежных людей, уверенных и преданных своему государству. Чтобы нас не порвали на куски и не разделили. Ты, наверное, больше всего это почувствовал, работая там практически дальше от центра на Западе. Уже, извините, мне некоторый рот раскрыли. И едет не кусок Беларуси, а в целом Беларусь. Им уже нужна. Ну так а мы зачем? Мы где будем тогда? Поэтому это особенность. Мы никогда не думали, что мы хозяйственники, и нам придется еще нести на себе какую-то излишнюю нагрузку идеологическую. Оказалось, да, надо идеологией заниматься, надо работать с людьми, надо им показывать, что происходит. Для вас это не актуально, поскольку Минск оказался и глубинка – это две разные вещи. В глубинку приезжаешь, идет работа, люди работают, занимаются добыванием хлеба насушенного, кормят и здесь минчан. Ну, кое-кто у нас, пусть это их меньшинство, но кое-кто не понимает, что такое государство. И как мы решительно будем поддерживать это государство. Вчерашний вот этот пример, я наблюдал за военными, он ярко показал, кто чего стоит. Но не мы же звали туда военных на эту площадь независимости. Это же не мы звали. Они всех своих... Сами? Да, позвали афганцев, союз офицеров, бывших, твоих коллег с Комитета госбезопасности, с МВД. Ну, позвали. Люди пришли. Ну, люди пришли со своими убеждениями под государственной символикой. Пришли, подняли эти флаги и высказали свое мнение. Они враги, они чужие. Вот их позиция. Ну, и не мы же виноваты. Хотя, наверное, и мы по-хорошему виновны в том, что на ту сторону под этими коллаборационистскими флагами не встал ни один военный. Я только не знаю, там собрали человек, наверное, 300-400 или, может, чуть больше женщин. В основном женщины. Женщины. Так я их все знаю. Вы смотрите только Нину Богинскую, не забирайте с площадей. Если Нину Богинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить. Я помню, что Нину Богинскую, шутку говорю, она еще в службе безопасности Позняка работала. Молодец. Она убежденный человек. Ну, что тут скажешь. Она убежденный, да. Ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезнут. Которые выходные в Минске мы видим спад уличной активности. Пусть не сразу, но люди поняли, кто есть кто. Правоохранители привыкли к новой волне звонков. Кто-то, не выбирая выражений, изливает душу, как достали блокировка дорог и уличные бродилки. Точка кипения у многих достигнет предела, когда на привычную жизнь отведено лишь пять рабочих дней в неделю. У любого процесса есть две стороны. Плохо, что шатаются по Минску. Плохо, что ведут себя в наглую. Мы поменяли тактику. Правильно сказал этот руководитель управления по борьбе с оргпреступностью. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект. Но это не дело, что бродим по этому Минску. Но есть и другая сторона. Наши люди вдруг прозрели. Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти. Они увидели, кто может прийти к власти. И что будет со страной. Во-вторых, они поняли, что они могут потерять. Говорят минчане в средствах массовой информации. Не уснуть по вечерам, по ночам. Не детей вывезти на улицу. Опасаются. И так далее, и так далее. То есть люди увидели, что они могут потерять. И сравнили спокойный Минск. И Минск, когда бурлит, пусть даже по воскресеньям. Сказано, что страну не отдадим, значит не отдадим. И решать будет в Беларуси, пока я президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать. Не президент в одиночку. Не глава администрации, высшие должностные лица. Не депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу. И скажут, решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит, так и будет. Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, в Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать, будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит мы будем жить в такой стране. Чтобы ни у кого, так называемой из элиты, не было заблуждений. Что мы тут что-то смудрим, особенно по конституции, и через обман сделаем новую конституцию. Этого не будет. Только люди должны решить. Новый директор на нафтане Андрей Сойко, ему всего 40, но какой бэкграунд работал зампредом Белнефтьхима, на руководящих должностях успел и на Могилевхимоволокно, и Лицкой лакокраски. Человек в теме. Так или иначе, всю жизнь в структуре концерна. Если вы туда действительно идете, Андрей Васильевич, по своей воле, и никто вас там не подталкивает в спину, предложили, ну, как мужик, оценил свои возможности. Пойду, сработаю. Я буду только приветствовать и всячески поддерживать вас. Предприятие непростое. Вы лучше меня это знаете. И предприятие такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие и желательно за бесценок, их вокруг топчется море. Вы должны знать мою принципиальную позицию. Мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов, как бы не было сейчас сложно на рынке. Мы понимаем, что НПЗ во всем мире проблема в связи с падением цен на нефть и так далее. Пандемия здесь. И спрос на нефть упал значительно. Отсюда эти проблемы. Проблемы есть и другие. Но мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных, гигантских компаний, которые мы сохранили и, как видите, смогли модернизировать. Думаю, что всегда так было. Падение, взлеты в это кризисное время. Мы должны искать те пути, которые выведут нас на нормальный тренд развития. Придется еще, конечно, освоиться, но по ускоренной программе впереди запуск инвестпроекта, установки коксования сердца топливной линейки. Ввод комплекса позволит углубить переработку углеводородного сырья до 90%, то есть выжать из нефти максимум. Дедлайн – апрель. Я знаю о проекте, я знаю, что его значимость для предприятия, знаю, на какой стадии он находится. Те задачи, которые сегодня президент озвучивал, это максимально скорейшие сроки завершения реализации строительства, установки замедленного коксования. Поэтому задачи знакомые и, в принципе, я думаю, они выполнимы. Как говорится, ломать не строить, и если одни призывают разрушить то, что есть, обвалить экономику, бойкотировать отечественные по указке телеграм-каналов, тогда другим, которым, в принципе, и не нужно никому ничего доказывать, приходится бороться. С государственной символикой выходят люди разных поколений, возрастов и статусов, которые осознают ценность того, что у нас есть. У каждого у вас определенный участок. Опыт большой. У него забором ограничено предприятие. Но это не значит, что вот в этом заборе только он должен этим заниматься. У него целый город. У него целый город Новополоск. Там тысячи людей живут. И этот город строился под этот завод. Поэтому, хочешь не хочешь, на плечах будет висеть этот город отдельно, его проблемы, несмотря на то, что там есть и власть, и другие предприятия. Но это предприятие обеспечивал всегда этот город. И Полоск недалеко так посматривает, чтобы где-то чего-то помог. Но такая у нас страна, у нас социально ориентированная экономика. И страна такая. Конечно, надо помогать. Понятно, что в район вы приедете, где-то крупное предприятие, покрупнее, средненькое, лучше работает. Надо поддержать и тех, кто сегодня в трудное положение попал. Нельзя людей бросать. Мы же славяне, мы должны по-человечески жить. Если ты чего-то достиг, ну помоги рядом соседу. Не обижайте людей. В подавляющем своем большинстве у нас хорошие люди. Белорусы – люди хорошие, с мозгами, понимающие. Вы посмотрите вот на эти проезды, переезды. Чепуха вся, что мы им платим. Мы им никаких денег. Они садятся в свой автомобиль и едут через всю страну. Сколько таких уже было поездок? А это же деньги. Эти люди покупают флаги государственные, символику, тратят деньги на бензин. И едут, чтобы продемонстрировать, что это их страна. Это дорогого стоит. Как вчера, я смотрю, там, по-моему, уже были бывшие офицеры, хотя бывших не бывает, со всей страны. Люди приехали со всей страны. Услышали в телеграм-каналах. Ну, если вы позвали, так вы поговорите хотя бы с ними. Услышьте их голос. Посмотрела эту картинку. Ну, кому там слушать? Их работа – выйти и гвалтом кричат на улице. Поэтому мы с ними разберемся. Берегите людей. Делайте все, чтобы они жили и на нас не обижались. Справедливость должна лежать в основе всего. Новые руководители в трех белорусских вузах. В Брестском техническом университете ректором стал Александр Баханович. Он переедет из столичного БНТУ. Наталья Лаптева теперь ректор Минского лингвистического университета. Белгосуниверситет культуры и искусств тоже возглавит женщина. Наталья Корчевская. Вам придется наводить порядок в университетах. Потому что и в вашем университете, и в вашем проблем хватает. И когда мне предложили двух женщин, одна Наталья и вторая, честно говоря, я так подумал, господи, как они там будут наводить этот порядок. А потом подумал, что порой женщины быстрее разберутся с беспорядками, чем мужики. Ну, вы знаете, что я женский президент. Меня всегда женщины поддерживали. Вырос я в женском коллективе с одной матерью. Поэтому у меня особое отношение к женщинам. И когда я сказал, что президентом пока женщина у нас быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они так представили. Потому что я вас очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой конституцией, с этими проблемами. Вот он пришел к генералу КГБ. Наверное, уже чувствую, понял, куда он попал. И, наверное, понимаете, что такое работать президентом. Именно работать. Многие это думают, что это, знаете, царская должность. Сел и управляй, пальцем показывай. Ничего подобного. У нас вертеться надо. Поэтому очень надеюсь. У меня долго, я говорю, думал, колебался. Думаю, женщины, женщины. Потом думаю, в чем женщина может быть быстрее справиться с этими проблемами. Кадровые перестановки были предсказуемы. Президент анонсировал ротацию в высшей школе. Молодое поколение стало слишком активно проявлять интерес к политической жизни страны. Нет проблем. Главное, в рамках закона. Делать вид, что в университетах ничего не происходит, наверное, не наша политика. Мы знаем все проблемы. Вы их знаете не хуже, чем я. Катастрофы там нет. Студенты всегда были людьми буйными и бурными. И мне часто говорят, ну, Александр, ну что вы это все терпите? Вот с этими студентами, да повыгонять их и прочее. Думаю, ну, наверное, есть же заблудших студентов немало. Вот выскочили. Есть у которых мозги уже на место не поставишь. Но это единицы. А за ними тянутся и другие. Ну как, это же неудобно. Вот он тут вышел против власти, выступил. И я за ним. И так далее. Я это все в душе понимаю. И как-то успокаивало силовиков и чиновников. Говорю, ну, надо потерпеть. Надо потерпеть. Поймут люди. В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они по воскресеньям в основном ходят. Ну, показали, чего не стоит. Вы тоже видели. Хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз. Предупредить. А потом не надо убаюкивать. Рассказали, объяснили. Идите, решайте. Идите, учитесь. Если хотите. Нет. Вы должны, как ректор, первый сказать. Заявить о том, что вот такое количество людей учиться не хотят. Ну, не хотят не надо. Кто в армию. Кто пойдет работать. Или еще куда-то. Это право выбора. Особенно сейчас. Здесь не вопрос в том, что мы боремся против инакомыслия. Упаси Господь. Разные должны быть точки зрения. Всегда будут инакомыслящие. Они или молчать будут, где-то там на кухне обсуждать. Или в открытую будут. Мы не против этого боремся. Мы боремся против нарушения закона. Они нарушают закон. Для кого-то это шалость. Никого не уговаривайте. Никого. Вот пришли, объяснили. Вот такой порядок. Хотите учиться? Учитесь. Не хотите? Ребята, уходите лучше сами. Активная государственная позиция и способность вести делок в студенческой среде ключевые требования к новым ректорам. Руководитель в МГЛУ Наталья Лаптева, судя по улыбке, настроена позитивно. Уж ей полегло то, куда проще говорить на одном языке со своими студентами. Помочь студентам обрести эту аргументативную базу при принятии решений. Диалоговые площадки, которые мы намереваемся проводить с представителями профильных организаций, ведомств, способных конструктивно и компетентно объяснять, показывать закономерности развития общества, правила принятия решений. Именно в диалоге мы формируем новые взгляды, взвешиваем, определяя свои за и против. Быть на одной волне со своими подчиненными или коллегами – это точно про диалог, умение слушать и слышать. Потому и кадровые решения такие разноплановые. Руководители новой формации и с колоссальным опытом. Впрочем, громкая должность, как показывает практика, это же не только про солидный возраст, скорее авторитет. И тем, кто сегодня получил новые должности, уже не нужно его зарабатывать. Илона Красуцкая, Ольга Нищенко, Иван Мартынович. Агентство теленовостей.